Каждому верующему сердцу дороги многочисленные монастыри земли русской. Но, пожалуй, мало найдется в России обителей, подобных Свято-Успенскому Святогорскому монастырю, который вобрал в себя всеобщую любовь русских людей, независимо от того, верующие они или нет. В этой обители нашел свое последнее земное пристанище великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Национальное достояние и гордость России, в творчестве которого русская природа и русская душа отразились во всей чистоте и очищенной красоте. Солнцем русской поэзии называют Пушкина. Прах поэта сокрыт в сокровищнице духовной, в Святогорском монастыре, который сам, как солнце, распространяет лучи по всему Отечеству, неся людям свет веры Христовой, сохраняя молитвенную память о величайшем поэте, память, которую никогда не перемелет тяжелые жернова истории. Не раз Александр Сергеевич бывал в этой обители, поднимался по древним ступеням в Успенский храм, молился у чудотворных икон, исповедался, причащался. Находил утешение и ответы на многие волнующие его вопросы у старцев монастыря. Именно здесь провожал в последний путь он своих близких. В Святогорском монастыре родовое захоронение предков Александра Сергеевича Пушкина. Поэт любил эту святую обитель и завещал похоронить себя именно здесь. Многое искажено было в советские времена в понимании творчества и жизни Александра Сергеевича Пушкина. Но сегодня открыты многие факты, которые недвусмысленно говорят верующему человеку об особом Божьем благословении и избранничестве поэта. В родословной Александра Сергеевича Пушкина найдены материалы о 12 предках поэта по прямой линии, канонизированных Русской Православной Церковью. 12 святых, среди которых великая княгиня Ольга, князь Владимир, святой благоверный князь Александр Невский, небесный покровитель наших северных пределов. Он считался покровителем семьи Пушкина, в честь которого и был назван поэт. Впервые родовое поместье в селе Михайловское, расположенное недалеко от монастыря, Пушкин посетил еще будучи ребенком. Уже потом, в зрелые годы, он любил бывать здесь часто. Приветствую тебя, пустынный уголок, приют спокойствия, трудов и вдохновения, где льется дней моих невидимый поток на луне счастья и забвения. Я здесь, от суетных оков освобожденный, учусь в истине блаженство находить, свободную душой закон боготворить, роптанию не внимать толпы непросвещенной, участием отвечать застенчивой мольбе и не завидовать судьбе злодея или глупца в величии неправом. Во многих стихах воспета поэтом его родовое любимое поместье, монастырь, святые земли, святогорье. Не раз Александр Сергеевич Пушкин слышал чудесную историю о возникновении монастыря, святогорскую повесть о явлении в этих местах чудотворных икон Божией Матери. По преданию, на берегу речки Луговица, по изволению Божию, явился одному отруку, пастуху Тимофею, образ Богородицы Умиления. Голос повелел идти на Синичью гору, где вновь явился образ, здесь через несколько лет, новым чуде, после чего икона стала невидима. В Георгиевской церкви, расположенной в этих местах, пастух Тимофей узнал в иконе Умиления, явившийся ему образ. Через шесть лет, по повелению Царицы Небесной, он пришел на Синичью гору и во время молитвы увидел икону Богородицы Адигитрия и услышал глаз о том, чтобы иереи взяли икону Умиления из Георгиевской церкви и шли крестным ходом сюда, на Синичью гору. Не сразу поверили Тимофею о чуде, но после многих знамений и исцелений исполнили в точности волю Богородицы и стали свидетелями великого чуда. На Синичьей горе в необыкновенном сиянии явилась икона Адигитрия и сошла на руки Тимофея. О всех этих чудесах узнал государь Иоанн Васильевич Грозный и повелел назвать эту гору святой, поставить часовню, а в дальнейшем повелел основать здесь монастырь. До сего дня пребывает в Успенском Святогорском монастыре чудотворная икона Пресвятой Богородицы Адигитрия и Умиления. По молитвам пред этими образами Господь посылает исцеление чудеса многочисленным богомольцам и паломникам, притекающим в святой уголок Руси Святогорский мужской монастырь со всех концов необъятного нашего Отечества. Первоначально монастырь был деревянным, кроме соборного Успенского храма, но впоследствии все здания перестроили в камни. Обители окружили оградой из больших камней. После 1917 года монастырь входил в состав мемориального Пушкинского музея-заповедника. Во время Великой Отечественной войны он был оккупирован гитлеровскими захватчиками, которые, отступая, заминировали обитель, вложив в ее ограду более 4000 мин, взорвали собор и могилу Пушкина. Восстановление монастыря проходило в 50-е годы 20-го столетия. В 1992 году обитель была передана Русской Православной Церкви. В ней вновь возродилось монашеское делание. Несмотря на многие трудности, монастырь возрастает духовно, ведя ко спасению тысячи и тысячи страждущих. Дворяне Пушкины, жившие здесь, они принимали активное участие в жизни нашей святой обители. Они были ктиторами нашего монастыря. Пушкины были приглашаемы в наш монастырь. Они всегда несли молитвенное стояние в нашем храме. Может быть, он стоял, читал в Шестапсалме, может быть. Естественно, и наверняка он принимал участие и в жизни монастыря, и в церковной жизни, в богослужениях. То есть он был достойным христианином. Наверняка у него были и братья-монахи, с которыми он и беседовал, и о чем-то разговаривал, и какие-то вопросы задавал. И я уверен, что братья нашей святой обители очень были чутки и внимательны в общении с Александром Сергеевичем, что могло тронуть поэту. Он же здесь, когда останавливался на день, на два, ему давали вот эту светелочку, бывшая библиотека, и сегодня она является библиотекой. Он там останавливался, он там ночевал, он там размышлял. Особо ценно было для Пушкина постоянное соприкосновение со Святогорским монастырем, как хранителем заветов старого русского благочестия, духовно питавшим множество людей, черпавших от него не только живую воду веры, но и духовную культуру Руси. Так писал митрополит Анастасий. Пушкин, вдохновленный непосредственным общением с церквью, через братья Святогорского монастыря и окрестное духовенство, создал немало чудных и великих произведений и во время своих ежегодных поездок в Михайловское, и особенно во время ссылок туда. Он мог здесь, в тиши деревенского уединения, вблизи монастырского подвига и молитвы, глубже заглянуть в себя, в душу простого народа. Игумен монастыря Архимандрит Иона исполнял роль духовного руководителя Александра Сергеевича Пушкина. Долгие беседы с ним, советы и кроткие наставления старца все сильнее укрепляли в Пушкине веру и понимание, что без православия жизнь не имеет смысла. Высокий подвиг монашества был близок к душе поэта. Игумен Иона стал прообразом летописца Пимена в драме Пушкина «Борис Годунов». В нем поэт дал самый правдивый тип православного русского подвижника, какой только был когда-нибудь в нашей художественной литературе. Пушкин уразумел своим русским чутьем, что здесь запечатлена от века лучшая часть нашей народной души, видевшей в монашестве идеал духовно-религиозной жизни. Святогорский монастырь был для Александра Сергеевича Пушкина местом его молитвы, отдохновения и покаяния. Бывая здесь на большие праздники, на обычные монастырские службы, он участвовал в крестных ходах, которых некогда было 14. Монастырь был также для поэта дорог тем, что здесь покоились родные Пушкина. Но как же люба мне осеннюю порою в вечерней тишине в деревне посещать кладбище родовое, где дремлют мертвые в торжественном покое? Существует предание, что во время похорон матери Пушкин сосчитал число каменных ступеней – 37. Столько лет было тогда поэту. Александр Сергеевич завещал себя похоронить здесь, в нашей святой обители. И когда свершается на Черной речке этот дуэль, который уносит жизнь Александра Сергеевича, завещание его исполняется, в принципе. После 46-часовой исповеди благословил детей, запретил своим друзьям мстить за него. Но это не подвиг ли христианина? И священник, который его исповедовал, причащал, который присутствовал при всем этом, до кончины его, и говорил, и я бы хотел иметь такой вот конец. Не каждому Господь дает такую возможность. Перед смертью вот 46 часов подготовки. Холодным февралем любимец, поэт России, сопровождаем только кучкой самых-самых-самых близких ему людей, привозится в нашу обитель, заносится в Вадигитровский предел, где монахи читали псалтырь над телом Александра Сергеевича. Вымаливали Бога о прощении его грехов. И на следующий день Александр Сергеевич, братья и ежем святой обители, монахами был погребен. То есть, как он и завещал, Господь так и устроился. День рождения и день смерти поэта особенно торжественны для Святогорского монастыря. 6 июня. Лития по Александру Сергеевичу Пушкину у его могилы. Сотни людей с разных уголков России и других стран приехали помолиться о вечной памяти поэта. И хоть бесчувственному телу равно повсюду устлевать, но ближе к милому пределу мне все б хотелось почивать. За этими монастырскими стенами сокрыты святые предания, чудотворные иконы, древняя история. И здесь увековечена в молитвах память об Александре Сергеевичу Пушкине, поэте и творце Божьей милостью. Он сам явился Божьей милостью и благословением для русской земли, которую венчал навсегда своим высоким лучезарным талантом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова